МОЛОДОЙ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ МОЛОДОЙ ГВАРДИЙЦА МОЛОДОЙ ГВАРДИЙЦА МОЛОДОЙ ГВАРДИЙЦА Это обычные волонтеры, которые, как и все остальные, наверное, волонтеры, безвозмездно помогают окружающим. Может быть, у них более какая-то узконаправленная специальность. Они действуют не во всех подряд мероприятиях, а связанных с общественной деятельностью, с какой-нибудь патриотической деятельностью или, может быть, разные субботники, помощь медработникам во время пандемии, ну и так далее. А кто может стать молодогвардейцем? Может быть, какие-то возрастные рамки есть? По-моему, там возрастные рамки очень высокие. Кто угодно может стать. По большому счету. Да. Может быть, если человек совсем взрослый, он может просто пойти в другую организацию, связанную с нами, например, общественная палата, которая с нами активно сотрудничает. Ну, а здесь в основном ребята, школьники, студенты. Попасть несложно. Ничего такого нет. Никаких отборов. Нужно просто написать в группу ВКонтакте где-нибудь. Мы во всех соцсетях есть. И там будет по-любому обратная связь, которой мы откликнемся и скажем, где мы. Алена, как вы попали в Молодую гвардию? Я в Молодую гвардию попала год назад. Попала под рассылку в интернете, где просто рассказывали о том, что можно прийти и помочь. Было много организаций, которые в нашем Одинцовском городском округе имеются, но коллектив мне понравился именно в Молодой гвардии, поэтому я здесь. Юра, вы как там оказались? Это было во время пандемии. Я вообще в волонтере уже 3 или 4 года. Я точно не помню. К нам в школу пришел Михаил Серегин и сагитировал ребят. А я тогда был в 11 классе перед ЕГЭ, и нас учителя не отпускали на волонтерство, чтобы мы больше посвящали времени и обучению. А началась пандемия, я все успевал, и у меня было настолько много свободного времени, я не хотел сидеть дома. Понимаю, что просто так гулять нельзя, все-таки, а закон нарушать не очень. Поэтому я выбрал законный способ пойти на улицу, ну и плюс заодно кому-нибудь помочь. Я был неравнодушен. Я написал Михаилу, спросил, что нужно делать, и он мне в этот же день дал задание поехать купить продуктов бабушке. И я взял с собой друга, и мы закупились и принесли ей продукты. Вот откуда у вас такое стремление помогать ближним? Вот я хочу сказать, что на самом деле это причина, пока Юра сказал, да, почему он во время пандемии пошел в молодую гвардию, стал волонтером, а вот чтобы никто не подумал ничего, очень многие волонтеры говорят, что именно поэтому присоединились к движению, а уже потом втянулись. Потому что вот это желание помочь и удовольствие, которое получаешь, когда тебе говорят спасибо, оно, конечно, дорогого стоит и стимулирует продолжение деятельности. У меня это чувство появилось очень давно, когда я пошел на первое свое волонтерство, и я не переставал быть волонтером. Но в молодую гвардию я попал вот благодаря пандемии, скорее всего. Все, что не делается, все к лучшему, говорят. Алена, а вот самое яркое воспоминание за то время, пока вы, когда вы вступили в молодую гвардию, вот с тех пор? Самое яркое, это два можно выделить. Это сбор и раздача масок во время пандемии. Это действительно было очень ценно и важно в то время, потому что их был большой дефицит. И сейчас проект, который мы держим уже на протяжении двух месяцев, это помощь на пунктах вакцинации. Это тоже очень важно и ценится как в коллективе, так и в обществе. Мы об этом еще обязательно подробнее поговорим. А я хочу напомнить телезрителям, что в ноябре прошлого года исполнилось 15 лет со дня образования Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». И по праздничному поводу в Одинцовском округе наградили самых активных молодогвардейцев. Давайте вспомним, как это было. Мне рассказали друзья, я решила сходить, это еще было до пандемии. А потом наступила пандемия, и я решила продолжить ходить, так как действительно нужна была помощь людям. И как бы видно, и коллектив очень хороший, отзывчивые люди. Было, в общем, весело, и мы действительно очень сильно помогли в этой пандемии. Волонтерский стаж Софии всего несколько месяцев, но его смело можно умножить на два. Ведь именно на них пришлась первая волна коронавируса. А вместе с ней самоизоляция для тех, кто старше 65 лет, обязательный масочный режим, выдача продуктовых наборов нуждающимся и голосование по поправкам в Конституцию. Помощь добровольцев была просто необходима. Мы знаем, как вы. Можно сказать, самоотверженно. Другого слова не подобрать. Помогайте нам реализовывать все наши социальные проекты. Это очень важно и для нас, и для вас, и для наших жителей. Сегодня София – одна из семи награжденных. Самые активные волонтеры молодой гвардии получили благодарственные письма от Совета депутатов округа и памятные сувениры от Мособлдумы. Я уверен, что и в будущем вы продолжите подавать пример многим членам нашего большого общества именно своим ответственным подходом и своей позицией. А между тем, Одинцовские молодогвардейцы снова на передовой. В числе добровольцев 25 человек. Они не только оказывают адресную помощь представителям старшего поколения, но и следят за соблюдением масочного режима. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о молодой гвардии «Единая Россия» в Одинцовском округе 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы. Слава Богу, прям хочется поплевать и постучать. Вторая волна пандемии пошла на спад. Будем надеяться, что третьей волны у нас не будет. Давайте вернемся ненадолго в прошлое. Вот прям вкратце сказали, чем занимались волонтеры в период пандемии. Давайте остановимся поподробнее. Чем занимались, что делали? Это адресная помощь, правильно? Вот что к этой адресной помощи еще добавилось? Ну, для начала мы эту адресную помощь организовывали в здании администрации. Мы собирали продуктовые наборы в огромных количествах. Там было сотни коробок, которые мы все собирали. Другие волонтеры тоже участвовали, старшие ребята просто помогали. А потом грузили в машины, сами садились туда и развозили по домам. Просто в домофон звоним. Мы приехали к вам. Как люди реагировали? Что говорили? Все знали, что мы приедем. Их заранее оповещали. Ну, и я тоже должен был оповестить по телефону. Говорили спасибо, как обычно. Я надеюсь, искренне. Я уверена, что так и есть. Даже уверен, да. Кстати, очень интересное мероприятие было связано с адресной помощью. Это когда мы упаковывали куличи на Пасху. Мы раздавали их в церкви. И потом развозили тоже ветеранам, пожилым людям. И, наверное, самым разным категориям населения. Ален, вы уже сказали о том, что занимались раздачей масок в период пандемии. Мы знаем, что к маскам отношения в нашем обществе неоднозначны. Вот как реагировали люди? Как вы с этим справлялись? Люди все разные. Большинство реагировало хорошо, потому что действительно их было очень мало. Их было не достать. И мы были в самых, можно сказать, горячих точках. Это раннее утро на площади, откуда уходят электрички. И люди все едут на работу, и всем нужны маски, перчатки, средства индивидуальной защиты. Ну, конечно, были и те, которые хотели как-то избежать такого контакта. Но, безусловно, были и те, которые очень радовались тому, что мы так безвозмездно, просто так помогаем и можем себе это позволить. А чем еще во время пандемии занимались? Ну, это был сбор, наверное, масок, потому что 24 часа в сутки мы проводили в администрации, на площади, и всем коллективом собирали, раздавали. Также адресная помощь. А вот самим не страшно было в этот период заразиться? Как себя оберегали, как защищали? В самом начале, да, между нами ходили такие разговоры, что, ой, надо антисептиком руки скорее помыть после того, как кому-нибудь отнесли. И были случаи, когда люди открывали чуть-чуть дверь и просили оставить коробку в подъезде, потому что они сами болели. И после этого было странное смешанное чувство, заболею, не заболею. Но потом это быстро прошло, и уже совершенно спокойно мы пользовались антисептиком не для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы не заразить, возможно. И за себя уже не сильно беспокоились, потому что это было интересно и весело. Но вас уберегло от заражения? Конечно, ношение масок, перчаток, оно помогло. Потому что дома тебя тоже ждут и бабушки, и дедушки в возрасте, поэтому думаешь не только о себе, а о своих близких. А вот так, можно примерно сказать, скольким людям вы оказали помощь? Это не один десяток, думаю. Да, я сбился со счета где-то в середине карантина. А вот были ли какие-то люди, которые вам особенно запомнились? Мне кажется, каждый вот такой адрес, это каждый отдельный случай, отдельная история. Да, была женщина-ветеран, я ей привез коробку, и она очень была благодарна. Она очень долго мне высказывала речь благодарности и даже попросила, как бы не попросила, а предложила заснять на видео. И мы засняли это, как она меня хвалит. Это же приятно. Это очень приятно, да. Она такая очень веселая и добрая женщина. Алена, у вас такие истории были? Я, к сожалению, в адресной помощи не принимала участие. То есть вы остались, так скажем, совсем за кадром этой деятельности, да? Да, но это очень как-то повышает уровень стремления к чему-то большему, когда ты слышишь то самое спасибо. А вот не хотелось на передовой вот это выйти? Понятно, что вы и так были на передовой, но вот непосредственно адресную помощь оказывать. Ну, еще тогда продолжала все-таки школа, поэтому не всегда можно было жить в теме. Скажем, все-таки парни больше ездили на машинах и таскали эти коробки, потому что они не всегда были легкие. Девушкам, конечно, не поднялись. Девушки больше, да, так сказать, в штабе сидели и помогали нам упаковывать все. Тоже хочется пояснить, работа на самом деле непростая, ведь это же постоянно были такие суровые требования. Маски, перчатки всегда должны быть на волонтере, который пакует коробочку правильно, я помню, из тех времен. Но хочется напомнить телезрителям, что волонтеры «Молодой гвардии» «Единая Россия» вместе с членами общественной палаты передали медикам педиатрического отделения Одинцовской поликлиники номер 3 партию масок. Внимание на экран. Мы сегодня пришли еще раз сказать спасибо и от общественной палаты, и от «Молодой гвардии», и от сторонников. Сегодня мы выбрали именно в обеденный перерыв посетить вас. Всегда поддерживают как материально, так и физически. Делится заведующая педиатрическим отделением Одинцовской поликлиники номер 3. Речь идет о членах «Молодой гвардии» «Единой России». Тысячу масок передали сотрудникам медицинского учреждения «Волонтеры» вместе с членами общественной палаты округа. Медицинские учреждения у нас находятся на передовой. Все сотрудники рискуют своим здоровьем, можно даже сказать, своими жизнями. Ну и как мы можем их не поддерживать? Это основные люди, которых мы должны поддерживать, уважать, оказывать содействие и быть рядом вместе с ними. Изображения животных, разноцветные узоры, медицинские маски для детей особенные. С такими не соскучишься. Мы все силы кладем на реализацию всех проектов, которые ставят перед нами. И министерство, и наше руководство. Естественно, есть какие-то проблемы, и ваша помощь, она всегда оказывается вовремя. Она нужна. Все, что не во благо, это все идет, естественно, плюсом к нашему делу. Медицинские учреждения сейчас нуждаются в поддержке, как никогда раньше. Активные, энергичные молодогвардейцы всегда готовы выразить свою благодарность докторам в форме благотворительных акций. К нам обратилась молодая гвардия для того, чтобы помочь организовать сегодняшнее мероприятие, чтобы созвониться с нашей детской поликлиникой. У них появилась возможность у ребят и желание помочь именно детской поликлиникой с такими красивыми, замечательными масками, которые бы не пугали детей, а приносили удовольствие и радость. Дефицит масок – проблема, с которой врачи столкнулись совсем недавно. Расход их огромен. Чем больше будет неравнодушных, тем эффективнее станет помощь, уверены молодогвардейцы. Из последнего сюжета стало понятно, что во время пандемии волонтеры молодой гвардии занимались не только помощью жителям, но и медикам. Здесь мы увидели, как вы передавали маски в третью поликлинику. Ну, во-первых, маски вы передавали не только туда, правильно? Да. И не только маски вы передавали. Вот давайте поподробнее расскажем, какую помощь медикам оказали. Ну, там все произошло довольно-таки быстро. Мы взяли партию масок, например, в этом сюжете. Мы их отдали медикам. Они нас поблагодарили, мы поблагодарили их. Взяли интервью у нескольких людей. Ну и мы уехали, надолго не задерживались. Также мы в ЦРБ передавали партию, такую огромную партию воды в бутылках. Там тоже, я думаю, была картинка. Небольшая газель, и мы ее разгружали все вместе с общественной палатой. В основном вся наша организация тоже передали воду, поблагодарили. И, по-моему, там еще какие-то сладости были в пакетиках. Так просто символично. К чаю. К чаю, да. Мелая чья приятна. Да. Ален, ну вы сейчас, да, уже заявили вид деятельности, работа в колл-центре. В пунктах вакцинации от COVID-19, расскажите, пожалуйста, чем занимаются волонтеры Молодой Гвардии? Работа в нашем штабе делится, наверное, на женскую и мужскую. Мужская это вот то, чему мы уделили. Как несовременно, скажу я вам. То, чему мы уделили до этого большую часть времени. То есть действительно тяжело таскать, поэтому девочки только так организовывают, помогают морально. А помощь на пунктах вакцинации это работа с потоком. И, конечно, нам проще. Работа заключается в том, что нам нужно от ксирокопировать документы желающих привиться, помочь им с заполнением пакета документов, который нам предоставляется, и, собственно, направить их к врачу. Ну как проще? Я бы могла поспорить, работа с людьми, она всегда не проще. Чаще всего какие вопросы задают? Какой вакциной прививаем и через сколько приходить на вторую? Давайте ответим, чтобы вы сразу все услышали. Может быть, их стали меньше. Прививаем мы спутником ВИИ, и между первой и второй вакцинацией период 21 день. Не больше и не меньше. А вот какой период волонтеры будут работать на пунктах вакцинации? Или это бессрочная такая акция? Мы работаем где-то с февраля, и скорее это бессрочная. А на каких пунктах работаете? Глобус, Вегас, Дубрава. И недавно открыли два пункта. Один в ТЦ Союзной, на станции Одинцова, и в Подворье рядом. И в Атласе еще у нас есть пункт вакцинации. Также частично есть в активном долголетии, в библиотеке номер один, тоже иногда проходят. И там тоже вы работаете. А сейчас волонтерский центр работает? Можно обратиться за помощью? Или пока ситуация стабилизировалась, волонтеры могут немного выдохнуть? Нет, никогда не выдыхаем. Постоянно у нас есть горячая линия, на которую можно позвонить. Собственно, откуда и был вопрос о реакции бабушек и дедушек на продуктовые наборы. Скорее, они сами звонили и говорили, что им нужна помощь. Поэтому все обращаются и знают, куда. То есть волонтерский центр, он также продолжает работу, несмотря на этот спад, расслабляться, пока времени нет. Но смотрите, работа с людьми всегда чревата выгоранием. Вот была ли у вас такая усталость, может быть, от общения, от постоянных контактов? Или пока никакой усталости нет и вообще выгорания не существует? Вы знаете, я работаю в университете с бумагами, и от общения я бы точно никогда не выгорел. У меня иммунитет к этому, а вот такая офисная работа, от этого я скорее выгораю. Рутина такая. Так что волонтерство для меня — это хобби и удовольствие, как для кого-то рыбалка. Так что мы не выгораем. Алена, а вы что скажете после работы в колл-центрах? У нас, безусловно, очень хороший коллектив, потрясающий наставник Михаил Михайлович Серегин, который поддерживает нас во всем, помогает решать как личные вопросы, так же и вопросы, связанные с нашей деятельностью. Поэтому выгореть почти невозможно, потому что мы все как семья, мы общаемся как на мероприятиях, так и вне. Постоянно устраиваем мероприятия в неформальной обстановке. Поэтому мы дружим между собой. Конкуренция какая-то есть, молодоговордейцы? Я больше бабушек обошел. Нет, я вот обойду больше бабушек. Вряд ли это можно назвать конкуренцией. Может быть, мы в каком-то смысле пытаемся быть немного лучше, а кто-то пытается быть немного лучше нас, но скорее наша работа не сильно пересекается, и мы просто параллельно идем вверх. И стимулируете друг друга, наверное, к лучшему. Поэтому во благо, в общем-то. Расскажите, выгорания нет, это замечательно, но восстанавливаться-то все равно надо, отдыхать надо. Вот где черпаете силы, как отдыхать? И отключаете телефон, не знаю, на сутки сейчас это называется как информационный детокс, по-моему. Что делаете? Я не делаю этого. Телефон не отключаете? Нет. Но отдыхать-то надо. Ну, а мне достаточно немного поспать, и я снова берусь за работу. Сон, да, это прекрасно. Алена, у вас какие секреты? Я полностью солидарна с Юрой. То есть, в общем-то, немножко сна, и можно дальше в путь. Это деятельность, которая не занимает много энергии. Ты, наоборот, черпаешь ее из этого спасибо. Это заряжает на обучение, там, помощь своим близким. Так что... Это прекрасно. Волонтеры завершили ремонт дома 96-летней Тамары Горячевой, ветерана Великой Отечественной войны. Это первый объект проекта «Социальный ремонт», который стартовал в Одинцовском округе. Наша съемочная группа также выехала к ветерану в гости. Внимание на экран. Спасибо, спасибо. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Павловна исправно ведет хозяйство и ухаживает за домом. Но обновить ремонт одинокой женщине было не под силу, поэтому за дело взялись волонтеры. Они провели ремонт на кухне, установили новую мебель и сантехнику. За ремонт большое-большое всем спасибо, кто принимал участие. Все поменялось. У меня здесь стало, я теперь стала как в царской кухонке. Понимаете? Красота приятна. И тумбочка хорошая, и здесь все сделали, и в моечке, и здесь, смотрите, все по порядку, все у меня. А то этого у меня не было. И тут все, прямо красота. Спасибо, спасибо всем. Помимо ремонта внутри дома, волонтеры навели порядок и на приусадебном участке. Мусор, сухие деревья. Чтобы вывезти все это, понадобилось 7 20-кубовых контейнеров и неделя плодотворной работы. На самом деле времени ушло не так много, как казалось бы изначально. Мы справились за неделю. Единственное, конечно, нам очень помогли ребята с молодой гвардии. Это поддержка общественной палаты была. Это поддержка главы Одинцовского городского округа. Ну и также вот МБУ огромное спасибо. Ребята очень сильно помогли. Они прям три дня здесь с утра и до вечера все это пилили, вывозили, грузили. Результаты проведенной работы оценила первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина. Она навестила Тамару Павловну, вручила ей подарки и пожелала крепкого здоровья. Сколько жизней в ней и жизнелюбия. И, конечно, я очень благодарна главе, потому что он попросил нашу общественную палату и наши ребята здесь провели очень хорошую, большую работу. Волонтеры поинтересовались у хозяйки, какая еще требуется помощь. Она попросила установить забор и починить калитку. В ближайшее время участники проекта «Социальный ремонт» возьмутся за делом. Алена, Юрий, этот объект, насколько я понимаю, был первый, но не единственный в рамках проекта «Социальный ремонт». Расскажите, пожалуйста, что еще в его рамках было сделано? В рамках проекта «Социальный ремонт» у нас было мероприятие. Мы помогали ветерану Великой Отечественной войны переезжать из старых домов, которые подлежат под снос, в Одинцово-1. Мы загрузили эту же «Газельку» его мебелью, перевезли, и все помогали поднимать, расставлять как-то. Такая нелегкая работа, в общем-то, опять мужская сила. Да, это конкретно мужская сила, после которой все-таки иногда хочется передохнуть. Ну, это приятное такое слово. Вот тут точно ляжешь, поспишь, и все пройдет. Конечно, да. Здесь помогает. Работа с ветеранами, это все понятно, а работа с молодежью, мне кажется, она наиболее сложна, потому что ветераны все и так знают, помнят. А вот молодежь современная, к сожалению, не всегда где-то знает, не всегда где-то хочет помнить. Вот с ней как работаете? Последний наш проект был приурочен к 8 марта. Мы проводили флешмоб на главной площади. Просто своим коллективом собрались, придумали, отучили танец, вышли к 8 марта и поздравили всех девочек, женщин, которые были в этот день. Естественно, в атрибутике это тоже был такой своего рода агитационный маневр, потому что всегда, когда ты видишь красивую картинку, это приятно, и хочется за этим следовать. Ну, также ездим по школам, тоже рассказываем о своей деятельности, и дети интересуются, пишут и присоединяются. А я вот хочу сказать, что мы, напомнить, что мы работаем в прямом эфире, 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Уважаемая Евгения, это Валентина Калуга, руководитель. Здравствуйте, Валентина. Валентина Калуга, руководитель. Очень приятно. Я смотрела, да, очень рада. Я смотрела вести по Боготырка, потом переключусь на свое Одинцово, и вот раз вы беседуете с ребятами. Хочу просто сказать, доброго вечера. Вам низкий поклон всем, и телеведущим, и нашей телерадиокомпании Одинцовской, и всем ребятам, которые работают, такую великую, человеческую, чистую, светлую, делают работу с населением. Радостно жить. Мы, мы-то пожилые, мы старались петь песни старшего поколения о нашей Родине, защищать Родину, беречь для вас, для всех, для молодых. И рады, что все на посту, и так дружно, так величественно, так чистосердечно, так светло относятся вообще к жизни в стране, что я считаю, что наша Россия была великая и останется великой, и мы будем жить счастливо и радостно всем. Вам спасибо большое, Валентина. Вот когда верят, это замечательно, значит, действительно все будет. И вот сказали нам спасибо, и прямо дальше работать хочется, еще хоть на час прямой эфир можно проводить. Вот волшебная сила, спасибо, ничего не добавить, не убавить. Давайте про патриотическую работу с молодежью продолжим. Вот мы еще недавно устраивали флешмоб в парке имени Лазутиной с флешмобом, посвященному здоровому образу жизни. Там наши ребята провели такой танец, что ли. Я, к сожалению, туда не смог попасть, я был в университете. Алена, ты была? Нет, я снимала. Но была где-то рядом. Была где-то рядом, да, поддерживала. Это немаловажно, как мы вот только что выяснили. Одинцовские волонтеры передали корм и чистящие средства в приют для животных ГАФ. Приобрели порядка 20 мешков продуктов. Наша съемочная группа, конечно же, тоже была на месте. Давайте вспомним, как это было. Приют ГАФ расположен в Малых Веземах. Здесь содержится около 300 собак, 40 кошек и другие животные. Большинство из них были брошены на произвол судьбы нерадивыми хозяевами или оказались на улице из-за сложных жизненных обстоятельств бывших владельцев. Больные и измученные, они попали в добрые руки сотрудников приюта. Чтобы прокормить такое количество питомцев, владельцы приюта регулярно бросают клич в интернет-ресурсах и просят помощи у неравнодушных людей. Мы периодически просим помощи у людей в интернете, через знакомых. Люди откликаются, помогают кормами, лекарствами. Также очень бывают нужны подстилки для животных, одеяло, покрывало, простыни. Единороссы и сторонники партии, а также представители общественной палаты уже не впервые помогают приюту ГАФ. В этот раз они привезли около 30 мешков корма, теплые подстилки для животных и дезинфицирующие средства для уборки в вольерах. Акции – это такие разовые мероприятия, хотя и достаточно частые. Но мы приехали сюда на самом деле с благодарностью, что есть такой приют, который может помочь животным, которые собирают в нашем Альцовском округе. Я так понимаю, везут и больных, и жители, кто-то отказывается. В акции приняли участие и представители молодой гвардии «Единой России». Они тоже на регулярной основе оказывают помощь приютам для животных в Одинцовском округе. Привозят корма и выгуливают собак. В постоянном режиме помогаем, будем помогать. Надеемся расширять команду и возможности для дальнейшей помощи. В этот раз помощь приюта оказали и представители малого бизнеса из Одинцова. Наталья Русу – владелец кофейни. В своем заведении она организовала сбор средств для животных из приюта. За небольшой отрезок времени удалось насобирать деньги на три мешка корма. Неважно, это магазин, кофейни, ресторан. Как есть QR-код для чаевых, я считаю, что можно везде такое сделать, чтобы был сбор средств для собачек. Потому что они нуждаются в нашей помощи. Если мы можем сами идти на работу и заработать деньги, то они, к сожалению, это не могут сделать. Поэтому призываю всех помогать нашим друзьям. Если для животных не удается найти хозяев, то в приюте ГАФ за ними ухаживают пожизненно. В январе этого года из 300 собак удалось пристроить около 10. Оказать помощь приюту и найти здесь верного друга может любой неравнодушный человек. Акция помощи животным прошла в рамках партийного проекта «Единая Россия. Чистая страна». В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». И сегодня мы говорим о молодой гвардии «Единой России» в Одинцовском округе. Вот хочу с комментариев короткого, но ясного в Инстаграме. Титова Н. пишет, ребят, что вы топчик. Все окей, все прекрасно. Поэтому не переживайте, не волнуйтесь. Хотя я понимаю, что прямой эфир – дело такое. Как и собачий приют, приют для животных. Поделитесь впечатлениями, как вам там было? Я когда туда приехал, мне просто хотелось погулять со всеми одновременно. Потому что я очень люблю собак. Хотя у меня кот. А забрать домой всех не хотелось? Кот бы не одобрил. У меня квартира поменьше по площади, чем этот приют. Так что... Но хотелось всех хотя бы погладить, что ли. Вот. Алена, вы как к животным относитесь? Очень положительно. Тоже принимала участие не в этой, а в акции тоже. Но в другое время было очень тоже бесценно. И это такие эмоции. Когда ты помогаешь живому человеку – это одно. А когда собачке – это совсем другое. Погулять, покормить – это очень приятно и душевно. Правильно я понимаю, что вы не только приюту ГАФ помогаете. Кому еще помогаете? Да, у нас есть в Одинцово частный Одинцовский приют. Мы туда очень много раз съездили, привозили им корм. Просто выгуливали собак. Ну, все по классике. Вот там, конечно, он поменьше, чем ГАФ. Но тоже существует активно. И я думаю, собаки там чувствуют себя довольно комфортно. Я практически в этом уверена. Потому что наша съемочная группа там тоже неоднократно бывала. Действительно, животным привить хорошо, но дома им было бы еще лучше. Практически каждую вот эту собачку, да не практически, а каждую эту собачку, можно смело брать к себе домой. Они все здоровые, привиты. Фотомства у них не будет. Ну, в общем-то, наверное, это скорее плюс, чем минус. Правильно? Да. Ребят, что сейчас в повестке молодой гвардии Единой России Одинцовского округа? Пока что мы продолжаем проект вакцинации. Открываем новые точки, помогаем на тех, которые уже открыты. Это же ежедневно. Поэтому пока так. Ну, у нас сейчас еще и пара субботников. Торжественно открылось. Вот давайте, рассказывайте, где же были. Все четыре субботы мы стараемся, будем стараться поддерживать. Две уже благополучно поддержали и помогли. Вот еще две остались. Юрий, чем уже удалось позаниматься на субботниках? Мы поехали в Трехгорку и просто помогли местным жителям 17-й школе немного прибраться вокруг. А вот не обидно, да? Говорят же, что на субботниках убирают обычно люди, которые не мусорят. Ну, так или иначе, за другими убирают. Вот не обидно, что кто-то бросил, а ты за ним ходи и убирай. Ну, конечно, обидно. Но это как раз для нас и нужно. Потому что мы не мусорим, потому что хотим, чтобы было чисто. Но чтобы было чисто, еще нужно убрать. Иногда приходится убрать за кем-то другим. Но земля круглая, встретимся. Обидно будет, если не уберешь это. Не хочется жить в грязном городе, когда это твой родной город. Ну, все-таки пример-то заразителен. Хочется в это верить. Мы не заражаемся. Мы коронавирусом не заразились и этим не заразимся. Нет, ну хочется, чтобы другие заражались от вас и выходили на субботники. И убирались, и ездили в приют. Ну, в общем, занимались всем примерно так же. Ну, в свое удовольствие, да? Потому что не каждый из нас может быть волонтером. Ввиду разных причин у кого-то времени нет, да? У кого-то возможности. Но, тем не менее, было бы желание. К 9 мая уже что-то планируете? Пока нет. Время еще есть, чтобы подготовиться. Ребят, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студии. Желаю вам удачи в вашей разносторонней деятельности. Подкрепление в виде новых молодогвардейцев хочется? Конечно. А вот расскажите еще раз, давайте напомним, что нужно сделать, чтобы вступить в ряды молодой гвардии. Нужно найти нас в социальных сетях. Мы есть абсолютно во всех социальных сетях. Как молодежных, ВКонтакте, Инстаграм, так и другого поколения. Одноклассники. В ТикТоке, да, тоже еще есть. В Твиттер ТикТок. Все, что нужно сделать, это найти нас. По нику молодая гвардия Одинцова. Написать. И 100% будет обратная связь. Мы обязательно с вами сами свяжемся. Добавим вас во все наши чаты. И вы будете в курсе всех дел. Так что присоединяйтесь. Спасибо. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. До новых встреч на ОТВ.